Варутхини Экадаши Махарадши Итхиштхира обратился к Господу Кришне. О Васудева! О, дорогой Господь! Ты рассказал об Экадаши месяца Чайтра. Теперь, пожалуйста, расскажи об Экадаши месяца Вайсакха, апреля-мая. Какой Экадаши приходится на темную половину этого месяца? Во время убывающей луны. Шри Кришна ответил. О, царь! В это время бывают Варутхини Экадаши. Самый благоприятный и щедрый. Каждый, кто соблюдает в этот день полный пост, то есть постится на сухую и проводит ночное бдение, освободится от всех грехов и достигнет постоянного счастья и удачи. О, Кешева! Сказал Махарадши Итхиштхира. Прошу тебя, расскажи подробно об особенностях поста на Варутхини Экадаши. Кришна ответил. Этот Экадаши и вправду особенно благоприятен. Неудачливая женщина, соблюдая его, становится удачливой, а не счастливая жена счастливой. Царь Тхунхумара из династии Икшваку был проклят Шивой и заболел проказой. Соблюдая этот Экадаши, он полностью избавился от болезни. Мудрецы подробно рассказали нам об особенностях этого Экадаши. И если нет личного указания духовного учителя или возвышенного брахмана, давших другую рекомендацию ученику, то соблюдается этот пост так. В Дашаме в день перед Экадаши нужно начать подготовку к посту и избегать есть из бронзовой посуды, есть в чужих домах, есть больше одного раза, а также есть запрещенные продукты, такие как дал, красная чечевица, пшено, шпинат и мед. И нужно воздерживаться от секса. В день Экадаши нужно принять утром омовение, но не следует чистить зубы щеткой. Нужно тщательно избегать любых греховных действий, а также не придираться, не говорить с духовно падшими, гневными и обманщиками. Не распространять слухи и не играть в азартные игры, а также воздерживаться от секса, занятий спортом и дневного сна. Ночь с Экадаши на два дыши следует провести в бдении и поклоняться Господу Джонардене. Здоровый человек в день Экадаши ничего не ест и не пьет, если не получил каких-либо других наставлений от духовного учителя. На следующий день в два дыши нужно прервать пост в указанное сведущими брахманами время Экадаши Парану. А теперь, о царь, я расскажу, что нужно делать на следующий день после Экадаши в два дыши. Есть в два дыши нужно только один раз, избегая медной посуды. Не следует есть дал, красную чечевицу и мед. В два дыши не нужно есть в чужих домах, бриться, тяжело работать, заниматься сексом и растирать тело маслом. Соблюдая в Арутхине Экадаши по всем правилам, человек освобождается от последствий всех грехов и возвращается в вечную духовную обитель. «О мой Господин!» – сказал Махарадж Юдхиштхира. «А какие блага дает этот славный Экадаши?» «Послушай же, о царь!» – продолжил Кришна. «Тот, кто соблюдает в Арутхине Экадаши, достигнет тех же плодов, что и проведший в аскезах и покаяниях тысячу лет. Богач раздает золото во время солнечного затмения в месте паломничества на поле Курукшетра и получает благие заслуги. А тот, кто постится в этот Экадаши, получает те же самые великие заслуги, просто соблюдая этот пост». «О Джанардана!» – сказал Юдхиштхира. «Я слышал, что во время Экадаши очень благоприятно жертвовать. А какое пожертвование считается наилучшим?» «О, Юдхиштхира! Можно пожертвовать коня, но лучше коня жертвовать слона. Еще лучше жертвовать священные семена кунжута. Лучше их пожертвование золотом. А самое благое пожертвование – это раздача злаков. Так как, вкуша их, удовлетворяются и люди, и предки, и полубоги. Выдать юную, богато украшенную девушку замуж за достойного человека равно раздаче злаков. Также и раздача коров равняется раздаче злаков. И все же лучшее пожертвование из всех – это дать духовное знание невежественному. Однако блага от совершения всех этих действий достигаются теми, кто постится в Варудхине и Кадаши. «О, Кришна! О, супруг богини удачи!» – сказал Юдхиштхира. «А если кому-то не удастся хорошо выдать свою дочь замуж?» «Счастлив тут отец!» – ответил Кришна. «Кто совершит это священное жертвоприношение, отдавая дочку, украшенную различными драгоценностями и с достойным преданным, благородному и достойному человеку». Воистину, такой отец получит благо, которое не сможет описать даже знаменитый писарь, секретарь бога смерти Ямараджи Четрагупта. «И горе ждет того отца, кто растрачивает богатство своих дочерей. Он будет находиться в аду до конца Кальпы, до затопления всей вселенной. А тот, кто из жадности забирает богатство своей дочери или зятя, в следующей жизни станет несчастным котом». «О, Кришна! О, Хришикеша! Это очень убедительно!» – воскликнул Юдхиштхира. «А вот может кто-то, не совершая аскез и жертвоприношений, попасть на небеса, в рай?» Шри Кришна ответил. «О, сын Пхараты!» «Тот, кто дает нуждающемуся хлеб, воду или лекарства, в следующей жизни попадет на небо, не совершая каких-либо жертвоприношений и аскез. Тот же, кто страшится своих грехов и их последствий, а также самой смерти, должен строго соблюдать пост в Варудхине Экадаши. О, благородный Юдхиштхира! Слушающий или читающий прославление священного Варудхине Экадаши обретет благо, равное награде за пожертвование тысячи коров, и в конце концов вернется домой в обитель Господа Вишну. О посте на Варудхине Экадаши рассказано в Пховище Уттара Уране. Дорогие друзья, благодарю вас за просмотр видео об Экадаши и ведических историй. Благодарю за подписку на канал, за комментарии, пожертвования, лайки. Все это очень вдохновляет и поддерживает меня. Я очень рада вам служить. Желаю вам всех благ, благословенного Экадаши, и чтобы плоды ваших аскез и пожертвований многократно возрастали во благо. То, что вы жертвуете на канал, я отправляю на служение божествам, на украшение алтаря цветами, на кормление людей освященной пищей, а также в приют для коров, где содержится защищенный от бойни коровы. Спасибо вам большое за ваши щедрые сердца. Пусть это благо от пожертвований возвратится к вам многократно. Друзья, у этого канала еще есть чат в Телеграме, куда приходит текстовая информация о праздниках и Экадаши. Можно подписаться, ссылочка есть в описании под видео. До новых встреч, дорогие друзья!